Девушки отдыхают Директор по машинному обучению и медиарекомендациям ВКонтакте Андрей Зимовнов, ML-директор Дзена Андрей Кузнецов, руководитель группы машинного обучения Одноклассники И еще один Андрей Мурашов, руководитель группы машинного обучения ВК-музыка и Пульс Передаем привет сразу же Андрею Якушеву И понимаем то, что если вы Андрей, то у вас очень большие шансы быть среди лучших по машинному обучению Не знаю, Саша, как тебе удалось пробиться через толпу вот этих вот Андрюх Но не буду тебя об этом спрашивать Смотрите, у нас на самом деле очень плотный тайминг, очень плотный Всего лишь час Мы когда накидывали тему, поняли, что мы даже вырежем все необязательные представления Кто что сделал классного за Новый год За этот год И просто перейдем сразу к каким-то вопросам хардкора Чтобы побольше пообщаться, чтобы это было чуть-чуть поинтереснее И я как ведущий всегда в этих передачках, трансляциях пытаюсь свои эгоистические какие-то вопросы задавать Потому что тогда это мне тоже полезно И первый вопрос реально от меня И он такой Смотрите, я когда прихожу на разборы любые вот этих вот наших рекомендательных систем Которые там Андрюха устраивают, другие ребята устраивают Я ухожу всегда с чувством того, что мне кажется, что ребята не понимают всегда, как работают рекомендательные системы То есть они такие, у нас есть две рекомендательные системы Мы запустили эти системы, у них есть какие-то метрики Вот эти метрики показали лучше, мы ее катим в прот Я такой всегда задаю, а почему? Она говорит, ну метрики лучше Я говорю, подождите, ну метрики лучше, а почему они лучше там? Ну вот когда я алгоритмы пишу, там сортировки Я там примерно прикидываю, что это лучше другое Вот как можно, вопрос такой Тяжело ли, возможно, работать в среде систем Где ты четко не понимаешь, почему одна ML, может модель Или система работает лучше Или я неправильно понимаю вообще это И вы действительно понимаете, как эта штука работает Кто готов первоответить? Я могу чуть сказать Давай, пока Саша включает микрофон Андрюха Ну здесь, наверное, такое сравнение корректным будет Вот ты выбрал сегодня синюю толстовочку Почему ты ее выбрал? Потому что она синяя? Или потому что она подходит к твоим брюкам? Или потому что сегодня будет метап? Или потому что сегодня была такая погода? Или может быть ты верхнюю одежду не одевал? Вот эти все факторы, они сложно формализуемые В отличие от алгоритмов сортировки, где у нас есть Конкретное численное значение Относительно которого мы должны сделать вот это строгое решение Поэтому по понятным причинам из-за того, что эти факторы Смотри, про толстовку, про толстовку Я здесь мог одеть любую красивую И это был бы нормальный вариант В рекомендательных системах есть система, как мне кажется Когда ошибка все-таки может существовать Явно не тот пост Явно не та музыка Явно там, не знаю Не тот человек на фотографии Субъективная история Почему метрики идут? Потому что тебе кажется, что это явная ошибка Кто-то бы на твоем месте взял бы сейчас Одел розовое худи с бантиком И сказал, это не явная ошибка Я так вижу, это круто И для его метрик это было бы здорово Может быть остальным бы оно не понравилось Рекомендеры, они про персонализацию Чтобы чуваку выдать худи с розовым бантиком И он был доволен А всем остальным выдать обычную кэжул-одежду И они тоже были довольны Так, Саш, ты начинал отвечать Что у тебя там было на эту тему? Я хотел сказать, что, наверное, не очень правильно говорить Что рекомендательная система растит в метрики Как говорит наш коллега Рома Попорчи Рекомендательная система в первую очередь Растит качество сервиса Потом через качество сервиса она растит части пользователя И только после этого уже растут метрики И это действительно очень важно Держать фокус на том, что нужно растить Именно качество сервиса А не метрики Я бы сказал тогда, если возвращаться к этому Важно расти счастье Тогда уж, если уж А потом уже метрики и вот это все Если бы мы растили счастье Мы бы точно никогда не понимали Почему тот или иной наш запуск работает Поэтому мы ставим перед собой Более такую прозаичную цель И растим качество Но на самом деле Мы практически всегда понимаем Почему тот или иной наш запуск дал прирост Но рекомендательная система Это не просто ML модель Она состоит из большого количества Разных компонентов Начиная от того, как мы в целом Трекаем действия пользователя У себя в продукте Заканчивая тем, как у нас Бэкэнд работает в условиях высокой нагрузки И насколько хорошо и быстро Он может подстраивать выдачу Под то, как пользователь на нее реагирует Поэтому меняя один из этих Многочисленных компонентов Мы всегда понимаем, что стало лучше работать Андрюк, тебе такое же Мне кажется, у вас в Дзене Как-то даже отдельно подошли К тому, что вы точно понимаете Что это, не знаю, правильная рекомендация Или неправильная рекомендация Давай так Сначала на оригинальный вопрос Давай, отлично Как сравнивать рек-системы Ну вот тут Саша правильно говорит Что все зависит от того, в каком это продукте У музыки может быть свой сет метрик Который пытаются как-то описать Пользовательское счастье В каком-нибудь видеосервисе Это другой сет метрик В каком-нибудь, не знаю, там Посты, где ранжируют это Третий и так далее Вот, и более того, сложно сказать Как бы в каком из них Рекомендательная система лучше Потому что, ну, они разные Они внутри что-то шарят Но они все затюнены под разное счастье Еще раз подскажу вопрос То есть сравнивание через метрики Оно понятно Вопрос был Почему именно такой алгоритм Лучше работает Или почему именно такой каскад Как бы дает нам большие метрики И вот типа понимание Ну, как бы не просто делать Рандомные изменения Типа, ну, сейчас мы здесь Как бы вот это Используем вот такую, не знаю На нейронную сеть Она даст там, там, x, там, не знаю 10 процентов или 5 процентов Каких-то Ну, слушай, вопрос Почему он сложный И мы знаем следующее Что во всем ML Как бы самые большие приросты Во всяких неинтерпретируемых моделях Обычно Вот, и поэтому Как бы По большому счету Не так часто Нас реально волнует вопрос Почему Почему, да Нам интересно Что где-то работает Мы там Смотрим на какие-нибудь конференции Смотрим на доклады друг друга И пытаемся понять А что еще стоит попробовать И не факт, что если оно работает в музыке Оно сработает в видеосервисе Абсолютно с этим согласен Ну, мне просто Я такой типа Из тех старых чуваков Которые Если я не понимаю смысла То я вообще не понимаю Где оно будет работать Ну, вот такого Ну, надо как-то с собой бороться В этом месте Я понял Хорошо, хорошо Я понял Давай тогда Как у вас в Дзене Изменяют релевантность Вот этот Второй вопрос За последний год Мы довольно сильно Все изменили Раньше у нас Рекомендательная система Была полнейшим Блэкбоксом Как-то там работает Значит На матричных факторизациях Отбор кандидатов Иногда там пролазит Какая-то полнейшая чушь Мы смотрим Скор модели большой Мы такие Ничего не знаем Смотрите Вот это мое ощущение В среднем Как бы зуб даю Все четко Вот Но по факту Вообще не было понятно Что с этим дальше делать Ну, типа Как вот Эти все ошибки Как их убрать Как их как-нибудь контролировать И работать над этим системно Вот В итоге мы пришли К такому Простому Варианту Где мы Ввели Для нашей рек-системы Еще одну метрику За которой мы следим Это релевантность Это удалось сделать За счет того Что мы сделали Такой Айтем-айтем Отбор кандидатов Где мы цепляемся За твои взаимодействия В прошлом И показываем тебе Что-то похожее Похожее в широком смысле Можно углубиться в тему Можно взять смежную тему Можно на эту же тему Что-то тебе показать Но так или иначе Мы теперь можем Любой алгоритм Выкатить И в АБ-эксперименте На асессорах Просто разметить поток И узнать Как бы Насколько вообще Эти рекомендации Осмысленны Размечаем мы пары Типа вот к этому айтему Прекомендовали этот Насколько это осмысленно Чем это лучше Чем это лучше Если я просто беру АБ Просто беру новый алгоритм Или что-нибудь Новую там Нейронку конкретно Выкатываю И смотрю на АБ Что не знаю Метрики там Счастья Или нужны мне Лучше Смотри Мы Как бы Что мы успели сделать Мы успели понять Что внутреннее Счастье пользователей Счастье внутренних пользователей Я бы даже так сказал Оно выросло То есть Пользователи Как бы Которые и делают Всю эту историю Они заметили Что стало лучше Может быть Просто из-за того факта Что мы теперь На карточках пишем Объяснение Почему мы были Рекомендовали Эту там Статью Ах Вон почему А ну да Смотрел такое видео Тогда ладно Подождите Вы объяснили пользователю Почему вы выбрали Эту штуку Это один из сайд-эффектов Вся этой истории Типа Что мы можем Объяснить Почему мы тебе Это порекомендовали И внутренне У всех Доверия стало больше И вопросов Меньше И мы верим Что Когда мы там Условный Какой-нибудь НПС Хитрым образом Замерим в Дзене Какой-нибудь Обратный эксперимент С выключением Этой истории Может его прокрасить Просто Пока не сделано Очень круто Слушайте Это же вообще про историю Что вы просто Увеличили прозрачность Работы Вот этого непонятного Черного бокса Ребят Кто-нибудь Похожее Что-то делает У нас Или мы как-нибудь Эту прозрачность Объясняем Где-нибудь Андрюх У вас там В музыке Это достаточно Популярная история Объяснять пользователю Ну то есть Словом говоря ВК музыка Выводит тебе Плейлисты Показывая сразу За обложкой Что там за артисты Потому что Действительно Ну у тебя есть Разное настроение И ты можешь Слушать рок Рэп Что-то еще Когда тебе объясняют Ты больше веришь Ты лучше кликаешь Но тут опять же Вопрос Вот даже немножко Возвращаясь к предыдущему Как замерять Разное же хотят От рексистем То есть Кто-то хочет То есть Изначальный вижен Рэксистемы Ну там Изначальный, ладно У многих Что контента много У человека мало времени Выбери ему контент А как человек Когда-то вышедший Из поиска Рэксистема Это поиск без запроса Мы предсказываем Ваши запросы И все Вот это вот Модная история Ну то есть Кто-то хочет То есть Изначально Мне кажется Это начиналось Как то Что мы Из всего контента Выбираем лучше А сейчас пришло К тому Что у меня есть Полчаса Найдите мне Смешные картинки Но оказывается Разные люди Разные картинки любят И не надо Тут никого шеймить Кому-то котики Кому-то шахматы Кому-то игры Это на самом деле Интуитивно понятно Окей Слушайте Ты начал как раз Вот эту новую историю Я за нее зацеплюсь Про то, что нужно быстро Давать Ну предсказывать Как бы Что хочется показать И Ощущение такое Что любой продукт Когда заходит в любую историю Он такой говорит А почему вообще Нужно ждать Чтобы эта ваша нейронка Как бы научилась Вот как бы Вот Почему он сразу Не работает хорошо В чем здесь сложность Давай я спрошу У Саши Это вопрос Потому что На product day Вконтакте Ребята говорили Что Саша Тобаль Говорил конкретно Что Вы добились Чуть ли не Эндорфинового Привыкания В клипах Не могу сказать Что мы первым же клипом Угадываем То, что пользователю нужно Но надо понимать Что клипы Это такой продукт В котором пользователь За одну сессию Может потребить Сразу несколько Несколько клипов И для нас Очень важно Чтобы мы могли Подстраиваться В режиме реального времени Подстраиваться Поближе, Сашка Говори погромче Поближе к тебе Нет Важно, короче Чтобы мы могли В режиме реального времени Подстраиваться Под то, что пользователь Нам говорит сейчас Про свои предпочтения На самом деле Один из самых крутых Запусков этого года Именно в ВК-клипах Это то, что мы научились В процессе листания Перестраивать рекомендации Насколько быстрый у вас Вот этот вот луп Обратной связи Когда вы понимаете Что этот человек Любит там, не знаю Спорт, машины там Или, не знаю Практически моментально Вот ты зашел в клип И полистал Лайкнул третий клип Пятый уже будет показан С учетом твоего фидбэка На третий Настолько быстро получается Да, так было не всегда Когда мы запускались Почему-то для нас Это было не очевидно И мы сделали сразу Фиксированную ленту Из огромного количества Тысяч клипов И думали, что Таким образом Мы сможем Сгенерировать Хорошие рекомендации Но оказалось, что Нужно практически Моментально подстраивается Иначе пользователи Не будут глупоко листать А в сервисах Коротких вертикальных видео Я уверен Многие из вас Залипали часами Как раз за счет того Что они вот Абсолютно точно Абсолютно точно Они меняют выдачу Вот И это на самом деле Довольно сложная Техническая задача Да, да Я человек, который Как раз строит Эти платформы данных Примерно представляю Как это сделать Чтобы Для всех пользователей В течение Получается Не знаю Секунд 30 Наверное На клип Может быть даже меньше Уже полностью Меняете ему Следующую выдачу Окей Так Давайте вернемся Обратно к вопросу Там не знаю Андрюха может Попробовать Про оригинальный вопрос Как это быть Когда у тебя ML-ка должна учиться Почему-то Ну Типа Очень быстро Тебе должен Отвечать Очень быстро Ну Тут наверное Я могу продолжить Сашину идею Что Хотя не знаю Это не сайт Ну очевидно Что музыку Тоже хочется Строить И подстраивать Под действия Пользователей Тут Ну то есть Со скоростью Мне кажется Понятная история Она архитектурная Это всякие кавки Ну то есть Как бы Понятно Сложно И понятно Что еще Да Окей От скорости Что еще Давайте Вопрос мне кажется Сложный Как угадать Первым видео Вот то С чем часто приходят Люди Из продуктовой сферы Которые мы Мэллеры Рекламировали Как магия Ну типа То что ты Десятым угадал Это я могу Редактора посадить А вот Эмэл должен Первым угадать Типа Десятым угадать Это рутина Ну Типа так считает Продукт Продукт считает Что Эмэл Это магия И должен угадывать Первым Давай Я бы сказал Я бы сказал Что иногда Угадать Первым Айтемом Достаточно Сложно Нужно Просто показывать Самый популярный Фильм Допустим И всем он понравится Не сложно Легко Да Легко Всем показывать Побег из Шаушенка Он всем понравится Потому что этот фильм Нравится всем Но Мы занимаемся Не совсем этим Поскольку Побег из Шаушенка Все смотрели У нас задача Чуть сложнее Показать что-то новое Что пользователь Еще не видел И кажется Как раз поэтому Мы не всегда Угадываем Первым Айтемом Потому что Мы немножко Рискуем Мы хотим Дать пользователю То чего он Еще не видел Но при этом Ему это понравится Андрюх В ВОКах Есть какая-то Специфика Что мы Делаем для того Чтобы Как можно раньше Нравиться В контенте Нашим пользователям Мы на самом деле Сейчас говорили Вот об этой задаче Чуть Андрей сказал По поводу того Как зацепиться И как первый Сразу хорошие Дать приближения Вот Надо знать Нам повезло В соцсетях Мы много знаем О пользователях О пользователях Соцдем Если Даже мы вообще Ничего не знаем О вкусах этого человека Но мы знаем Что он мужчина 40 лет Или женщина 40 лет Из небольшого города Какого-то Какой-то определенной области Ну скорее всего Она любит Там У нее есть Определенный набор Интересов У 60 или 70 Процентов И мы с большой вероятностью Можем показать Какой-нибудь пост Из какой-нибудь Сообщества Который Примерно для ее Когорты Ее когорты Подходит хорошо То есть С первого раза Угадать Иногда это Не получается Делать Но это Хорошее приближение Так что Это вот Холодный старт На этом Принципе работы Самое Прикольное Это Угадать Набор характеристик С помощью которых Можно определять И обучать Вот эту штуку Самый популярный Пол Возраст Местоположение Есть какой-то Инсайт Может у кого-то В карьере Что Не знаю Было неочевидным Признаком Но сильнее всего Сдвинуло Какие-то Ну там Первые предсказания Метрики Имя Это Фича Имя Это Фича Так называется Статья на Хабре Можете почитать Ее Она Говорит О корреляции Между именем Человека И тем С какой вероятностью Он будет Одинок В соцсети Слушай Саш Когда-то Когда-то Когда Ты еще работал В ВОК В Одноклассниках Вы рассказывали Что Самым сильным Фичой В сети Ой В нейронке Которая предлагает Друзей Возможных Но которые еще не друзья Это удаленные сообщения Да Чем чаще ты удаляешь Сообщения С каким-то пользователем Тем более вероятно Ты с ним Ты его Типа друг Да Типа друг Да Это ну Типа Ну Как бы Объяснимо Знакомы Да Как раз Поэтому Какие-то вещи Какие-то Может быть Мне вот кажется То, что сказал Андрей Противоречит тому Возможно Немножко противоречит тому Что сказал Андрей Чем больше мы Начинаем Каких-то Неочевидных Признаков Привлекать Тем Сильнее страдает Наша Объяснимость Рекомендаций То есть Вот мы Когда мы Рекомендуем Что-то похожее На то Что пользователь Раньше полайкал Или там посмотрел Купил У нас все понятно Как только мы Начинаем привлекать Туда дополнительную Информацию Там не знаю Какие-нибудь Сообщества И соцсети Когда рекомендуем Видео или клипы Или пол и возраст У нас сразу Страдает объяснимость Нет? Тут про фильтрацию Я вот Ой, извини Давай, давай Про фильтрацию У нас был подход Вот ты спросил Про инсайт Это я сейчас вспомнил У нас был подход Что мы Когда делали Вот эти соцдемы И топы По тому Из чего выбирать Вот этого первого видео Который Саша упоминал Ну, по пост Вот Нам, например, помогло Пофильтровать Некоторые темы Потому что люди Там ставят Лайки И популярности Набирают Не совсем Так Как хотели бы новые пользователи Пока не понял Андрюха Давай еще раз Для меня В смысле Есть категории На которые люди Хорошо фидбетчат Они не хотят Видеть Первым постом Соцсети Когда они регистрировались Я понял Окей Запомнили Давайте вернемся Тогда к Сашиному вопросу Который сказал Что слушайте Если мы будем привлекать Разные Слишком много признаков Возможно мы будем угадывать Но тогда прозрачность Точно будет страдать У меня есть ответ На этот вопрос Какой-то Значит Во-первых Мы встроили эту Item и Item Историю Только в кандидатах То есть Ранжирование Конечное Может использовать Любые необъяснимые Факторы Берт Фореки Что угодно Что вам нравится Это во-первых А во-вторых Это живая система И понятие Релевантности И того Как устроен Item-item Отбор Можно менять Например Мы сделали Source-to-source Отбор Типа мы просто видим Что каких-то авторов Читает более-менее Одна и та же аудитория Там как бы Огромный вопрос Как это правильно сделать В общем И тоже можно Задания в асессоров Скинуть И тоже это замерять Ну то есть Это doable история И наверняка Для того же Соц-демо Тоже можно объяснить Ну конечно Я бы такое объяснение На карточке не рисовал И ты знаешь Ты уже два раза Так подходил Очень тонкий лед Ты назвал темы Для определенного Соц-демо И которые популярны Вообще Не называй Пожалуйста Вот И Можно Можно все объяснить Наверняка Но типа Часть не надо объяснять Есть часть Которая нужна Типа для Эксплорейшна Пользователя Где ты реально Вкидываешь Чуть ли не Рандомную историю Она такая Псевдорандомная На самом деле Чтобы просто узнать Что-то Что-то прощупываешь Да Потому что условно Вот у тебя есть Какой-то контент Есть дерево Этих тематик Да Вот Ты одну ветвь Жестко Заэксплойтал Ты там Все чуваку Показал А там есть еще Рядом ветвь Не знаю Про машинки И он не видел Этого ни разу Ну откуда ты знаешь Она ему нравится Я понял Я еще одну Хочу штуку добавить Тут еще надо понимать Где мы Что-то пользователю Рекомендуем Потому что пользователи Они у нас Люди Которые хотят Казаться Лучше чем они есть На самом деле Когда мы им говорим А вот мы тебе сейчас Перекомендуем Сообщество Где можно Посты понабрать И они И когда мы им Рекомендуем Какую-нибудь там Рыжаку Мемас Ну такое Что все любят Скролить Смотреть в соцсетях Они короче Не очень вступают А когда мы показываем Государственный музей Эрмитаж Как что-нибудь Такое серьезное И все видят И они конечно вступают Они потом не смотрят Те посты Они их не лайкнут У них низкий CTR Но они туда вступают Намного лучше Чем в группы Вот эти вот Которые позор вступают Потому что все видят Ну Надежда Васильевна Вступила в группу Эрмитаж Музей современного Искусства Московский Все здорово Но она туда Не смотрит контент Поэтому надо понимать Intention пользователя В рекомендере Которого мы хотим достичь И чего они сами Хотят достичь Но это возможно Не вопрос Именно retention А просто правильного Выбора метрик Который будет скоррелирован Реально с качеством И со счастьем пользователя Потому что Ну наверное Да действительно Метрику Эрмитажем Мы похачили Но качество И счастье Не выросло И нужны какие-то Другие способы мерить Например Вступление в сообщество С последующими Какими-то действиями Да Не ну Может быть Эта женщина была Стала счастливее Что кто-то узнал Про то что Даша Еще есть такое Бескликовое потребление Она просто увидела За секунду Картинку с эрмитажем И такая Фух Типа моя лента Не только из котиков Ну типа Не ну если это Темп спент Ну как бы Она должна вернуться В плане счастья В плане чего-то Ну это действительно Может повлиять Ты просто человеку Друзьям выводишь Одну ленту Человека Ну я бы тут На самом деле Все говорят про объяснимость Это хорошо Но Опять же Магия Это То есть Все хотят еще и магии Магия Вот Ну я опять же Про музыку Вот Можете за собой Даже последить Вот вы едете с работы Вот какой вы плейлист хотите Вот До того как Включать там Систему рекомендации Что вы хотите услышать Вот вы как человек Можете объяснить или нет Чаще всего Когда я начал за собой следить Я не могу объяснить И Тут же возникает вопрос А как ML Вот эти вот Как продукты Которые хотят угадать Первым треком Чего им То есть я вот пытаюсь понимать А чего не хватает И на мой взгляд Не хватает Ну не знаю Как минимум Там какой-нибудь Трекер Моего Сердцебиения И настроения Уже Та фича Которой сейчас Которой сейчас Нету рексистемы Чтобы выбрать Один из моих Трех плейлистов Ты хочешь завязать Вообще метрики человека То есть ты реально Хочешь счастье Я хочу магию Я хочу магию Ты хочешь счастье Нет Сначала ты хочешь счастье Человека померить Ну не знаю Поднялся у него пульс Или там Участился Это лучше чем клик Кстати Как в черном зеркале И рекламу заставлять Смотреть именно в телевизор Чтобы Смотрите Насколько мы далеко от этого Или Илон Маск работает Над этим У меня вот часы Они меряют и пульс И кислород в крови И там То есть я думаю Что прокинуть это реально Ну просто Такие данные Насколько я Говорим про приватность данных А вот собственно да Ответ Андрея Про нейролинк Вот мой ответ Продактом Несколько лет назад Был Ну типа И моя мысль Ну то есть да В целом Это чип вставить По вайфаю Расшарить И вот там Два раза разрешить Нажать И в целом Наверное Мы начнем музыку рекомендовать Ну процентов на 5-10 лучше Всего на 5-10 Подожди Мне целый чип Куда-то вставят И за 10% Ты это продаешь Мы обсуждали Что лучше Что любые алгоритмы Лучше топ-н На 5-10% Поэтому Улучшение на 5% В относительно текущих Алгоритм это много А знаешь Это вопрос Опять же К рекомендациям Вау-эффекта То что там Удивительностью Называется Что Он тебя должен удивить Вот как Скал и Саша Что всегда можно Показать популярный фильм Ты его посмотришь Такой Ну и чё А вот найти Мои там Скрытые струны души Трек Который я слушал В 7-м классе И в точку попасть Когда я Ностальгирую По своему 7-му классу Это ж Ты же будешь ходить И всем этот продукт Просто МПС в космосе будет Просто Людей на улице Будешь ловить И гореть Вот Мне кажется Я думаю Что если я услышу Такой трек Я даже Наверное не пойму Что Как сказать Я даже Я не осознаю Что я его хотел услышать То есть это просто будет Где-то там на подкорке То что Ого И все Окей 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 Андрюх хотел что-то еще ответить Нет Дополнить Или я могу Пускать Окей Погнали Слушайте Попробуем еще прыгнуть На одну тему Мне кажется В любой Практически Наверное в любой Модели Есть две стороны В контентной Это чаще всего Авторы Поста И потребители Поста В такси Это могут быть водители И там Не знаю Пассажиры Которых водят И кажется Все И мы даже Сейчас в разговоре Чаще всего Говорили именно Про Там Где больше всего Людей На самом деле Про Потребителей Постов Потребителей Контента Но есть и другая Сторона Производителей И как Сделать так Чтобы Они тоже Были мотивированы Делать контент Чтобы Давать им Охваты И так Чтобы Одно Наверное Ухудшает Другое Или как Это вообще Работает Кто как С этим борется Чтобы Авторы Или Вот эта вторая Более тяжелая Сторона Тоже была Счастливой Опять я Ну смотрите Как мы работаем Со счастьем авторов Во-первых Мы устраиваем Для них Специальные мероприятия Вот вчера в Москве Было мероприятие ВК-клипов Куда авторы ВК-клипов Пришли Я понял Выпили немножко Алкоголя Съели немножко Вкусной еды Послушали про наши Замечательные запуски Счастье авторов Выросло Выросло Хорошо 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 Неплохо Неплохо Знаете что самое обидное Что прямо сейчас В это время В Москве Проходит ивент Для авторов От Зена Куда меня тоже Пригласили Я на него не попал Так что Требую бухла Сергей Ладно Давайте Серьезно Значит Конечно Ивенты для авторов Это все хорошо Но По факту Всем авторам Нужны Деньги Ну или признание Хотя бы Оно все коррелирует Типа Охваты Популярность С деньгами Все это коррелирует Деньги Это наверное Как валидация Что они все делают правильно Как и везде Функция Да Ну и собственно Проблема какая Рекомендательной системе Вообще Более или менее Все равно Что показать То есть Вы можете Вообще полностью Изменить Состав показов Все остальные метрики Могут остаться Неизменными То есть Пространство решения Огромное Но по факту У вас есть Какая-то Какой-то значит Орел обитания Читателей Или смотрителей На тему авто На эту же тему У вас могут быть Сотни авторов И Рексистема Может взять И отдать Ну почти все Показы Одному Самому крутому Авторому Другим Ничего не дать И Таймспент У нас будет Какой-то И все остальные Метрики Типа там Объясним И что угодно А можно Всем раздать Поровну И будет То же самое Но эти две Ситуации Различаются Значительно Кардинально Потому что Там значит Один Всех победил Получил Все деньги Ушел А здесь Значит 99% Авторов Демотивированы Мой канал Не растет Это вот Типичная цитата Я не знаю Что делать Охватов Нет Я перестану Снимать И писать Помогите Вот Ну и по факту Нужно что делать Как бы Нужно придумать Какую-то механику Это вот То что мы Внутри Давно Называем Счастьем Авторов Там Управление Трафиком Логоритмическое Как мы Это только Не называли Но в любом случае Это какие-то Надстройки Над рекомендательной Системой Которые пытаются Немножко Это все Перераспределить Так чтобы Больше Авторов Было Довольно А при этом Там Суммарный Таймсмен Мы сильно Не потеряли Не знаю Потеряли Полпроцента Там Один процент Как угодно Вот И что Что мы В текущем Дзене Растим Для авторов На самом деле Подписчиков Потому что Сейчас Все завязано На подписчиков И в монетизации И мы видим Огромную корреляцию Числа подписчиков И долгосрочный Ретеншн автора То есть там На 60-й день Сильно чаще Выживают те У кого подписчиков Там тысячи А не сотни Вот И мы можем Как бы На это повлиять Мы можем Раздавать эти подписки И в нужный момент Нужного автора Который почти Отчаялся Сохранить И он дальше Продолжит на платформе Что-то Постить И в какой-то момент Взлетит Опять вопрос Про метрики Саш Какие-нибудь метрики С другой стороны У вас есть В рекомендательной Системе клипов Ты точно есть Какие вы используете Метрики Интересно Про именно Про авторов клипов Используем В первую очередь Писчиков Как и Зен И охваты Действительно Если ничего не делать Из коробки Рекомендательная система Отдает Больше Больше охватов Больше подписок Какому-то одному автору Мы практически Везде Стараемся Эту Социальную Несправедливость Исправить И перераспределить Подписки На то Чтобы больше Большее количество Авторов Набирало Какой-то существенный Значимый Для них охват Например В этом году Мы В сообществах Вконтакте Как раз запустили Такое перераспределение Мы Экспериментировали С лосс-функциями Меняли лосс-функции Наших алгоритмов Франжирования Мы Меняли алгоритмы Негатив-сэмплинга И в итоге Пришли к тому Что мы без потери Общего количества Подписок Смогли Увеличить Уменьшить количество Подписок У самых популярных Авторов И увеличить Количество подписок У тех Кто Менее популярен Но действительно Такое редко Удается сделать Без того Чтобы Как-то потерять В тотал метрике Но практически Во всех сервисах Мы на это идем Ради того Чтобы авторы Были более довольны Ну потому что На самом деле Мне кажется Это история Про деньги сейчас Против деньги потом Да То есть ты сейчас Можешь метрики вырастить Ну допустим Если раздашь Грубо говоря Одному автору все И это будет действительно Самый крутой автор Да Но через там Не знаю Н дни Через 30 Там не знаю Через 60 У тебя другие ребята Уйдут И деньги потом Как бы Или счастье потом Оно как бы пропадет Это история Именно про это Да Мы хотим Иметь на площадке Как можно больше Популярных авторов Это в итоге И метрики пользователей Тоже вырастет со временем Этот год Вообще стал Для практически Всех рексистем И авторов Довольно сложным Потому что В какой-то момент Допустим В эко-клипах Количество авторов Постящих выросло В 10 раз Если я не ошибаюсь Это было в марте Вот представьте У вас было Н авторов А стало 10 Н авторов Которые что-то Опубликовали сегодня И охваты Естественно Так быстро Не растут Пользователь Сидит в контакте Там условно час Он не может сидеть 10 часов в контакте Поэтому естественно Количество Трафика Который получает Каждый автор В среднем В тот момент Упало И это был Большой челлендж Для того Чтобы Всех авторов Которые пришли На платформу Снабдить И подписчиками И охватами Да я понял На самом деле Что нельзя так Что иногда бывает Даже тяжело Так быстро Нарестить авторов Потому что Кто-то другой Пострадает Андрюх В музыке Мне кажется Очень похожая история В музыке Есть эта история С тем Что мы всегда Ну то есть Опять же Всегда можно добиться Хорошего Таймспента Крутя тебе Исполнителей Которых ты уже знаешь Но И Ну это действительно так Но при этом Мы сами Наверное Как сервис Хотим открывать Для человека Что-то новое Немножко возвращаясь К метрикам Что тоже Можно к одной И той же цели Прийти разными путями И Есть какой-то Все равно Продуктовый вижен И понимание Что Если сервис Открывает тебе Новых Там авторов Музыкантов Он несет Для тебя Какой-то Дополнительный вэлью Помимо того Что Там Занять Часто его времени Во время работы И чего-то еще Собственно Мне кажется Собственно Многие Рексистемы Какой-то такой вэлью Вкладывают В себя Чтобы найти Что-то новое Потому что Ну ты все равно Выгораешь От одного интереса Ты выгораешь От одного автора И хочется Найти что-то новое И тут опять же Немножко Там Если от Музыки Отойти К тому же Пульсу То Надо же Чтобы еще Авторы Редких Тематик Ну и условно Редкой музыки Тоже получали Свою аудиторию То есть Интересный челлендж Не только распределить Информацию Про автомобили Между автомобилистами Ну тут Не то что понятно Не тривиально Но как найти Какую-то новую тему Не знаю Машинное обучение Взлетело Все хотят Стать дата-сайентистами Но Пока никто Не читал Про дата-сайенс Ни разу Ты продолжаешь Рекомендовать Всем автомобили И котиков И Это на самом деле Одна из историй Почему Ну Поведенческие модели Идеально летят Но в поведенческую модель Достаточно проблематично Подсунуть Какую-то Узкую тематику Да и вообще Хорошо бы найти Ну вот Хорошо бы найти Аудиторию Которую это релевантно И Тут приходится привлекать Какие-то контентные модели Собственно Это там И В пульсе И в музыке тоже Мы все знаем Там лучших метал-исполнителей А вот найти Какую-то Новую вишенку Где-то в Финляндии Пацаны вышли Это новая металлика Найдем Будет клево Это задачка Да Я только что понял На самом деле Что рекомендательные системы Это некоторые Распределители счастья То есть мы типа Не можем раздать Только этим Должны С этими поделиться Если тебе много Как бы Любимому сыну Все игрушки не должны раздать Всем игрушки одинаковые Ну вот Какая-то такая Метафора у меня Давайте к следующему вопросу И я к Андрюхе тогда Как раз зайду Вчера как раз был Продукт Дэй Оков И там значит Про хобби рассказывали И у меня сложилось ощущение Что там Мы пол интернета Переразметили Чтобы эти хобби Под все вот Ну вот Тематики подходили И вопрос такой Насколько много вообще Ручной работы Ну вот В ML-системах Мы все говорим Что это как будто бы магия Как будто бы это работает Там не знаю В модельках И так далее А на самом деле Это работает только потому Что там не знаю Сколько там много людей Сидит Размечает аккуратненько Проставляет теги Потом уже Это скармливаем Все в какую-то машинку И она потом уже Дает какие-то ответы Насколько много там Ручной работы было Ну на самом деле Для того чтобы Стартануть проект Для того чтобы его поддерживать Ручная разметка Все равно нужна Вот Насколько много Ну надо понимать Что весь интернет Руками не переразметишь Даже если очень захочешь Ты будешь переразмечать В этом как бы и суть вопроса То есть конечно Там на первом этапе Работали алгоритмы Которые Брали Некоторые признаки Соджестили Некоторый Тег А модераторам Потом нужно было Подтвердить Тот тег Или не тот тег Вот Это во-первых А во-вторых Мы еще старались отбирать Ну какое-то качество Видос В соответствии Изначальной тематике Все грести там Не получилось бы Там очень много Очень много Не получится Столько Вот Вообще Если говорить В принципе Про email У нас там конечно есть Супервайс Но так или иначе Нам нужен В любой контентной истории Это сигнал Вот И для сигнал Разметки Пользователем Ну каким-то Внешним асессором Вот Андрей говорил Про асессоров Которые у них там Позволяют Релевантность Выделить Вот Не надо забывать Про Когда мы Про контентные Разговариваем Ну в музыке Наверное в меньшей степени Но все остальное У нас же есть еще модерация Подожди Спам Это тоже Рекомендательная система Помогает работать Тут вообще никак Без асессоров Никак не придешься Вот И тут Плюс Фрод Мошенничество Тоже залезает Там полностью Все с асессорами То есть там уже Нельзя доверить Машине Мы сами Собираем эти Датасеты Чтобы что-то Хорошее Выучить Для пользователей Саш Много В клипах Ну Ручной разметки Просто у меня ощущение Что не так Не так много Мне казалось Там должно быть Ручной работы Может быть Я ошибаюсь Но вообще Рекомендательные системы Классические Работают Без разметки То есть им нужен Пользователь Им нужен Айдишка Айтема И дальше Они из этого Уже что-то могут Прекомендовать Но естественно Это работает Не всегда Например Если это Новый пользователь Или если это Новый автор Вот Возвращаясь К предыдущему вопросу Пришел к нам Какой-то новый автор Мы про него Еще ничего не знаем И наша задача Выстроить для него Какой-то последовательный Понятный путь Что вот он заливает Какие-то новые видео Или постит Новые тексты И он постепенно Набирает С помощью наших Рекомендательных систем Подписчиков Охват и становится Знаменитым Богатым И чего он там Еще хочет Счастливым Обязательно Еще Это важное слово Более измеримо Это популярным И богатым Но в конечном счете Да, счастливым И вот на ранних этапах Выстроить этот путь Гораздо понятнее Если мы понимаем Если система понимает Что этот автор Постит Про футбол И мы не будем Показывать Этого автора Людям Которые Не любят футбол Вот И поэтому Он с большей вероятностью Найдет свою аудиторию Вот именно На этих ранних этапах Разметка Контента Действительно Очень важна Андрей Хочешь что-то добавить Про разметку Да, да Все говорят Про холодный старт В рекомендательных системах И обычно Подразумевают Юзеров Которые приходят Про которых Мы ничего не знаем А вот Мы тут все Еще и про авторов И реально Если к тебе Приходит новый автор Про которого Ты ничего не знаешь Но контентные модели Там И закинут Нужно Скачать Видимо нельзя микрофон Ниже вот этой штучки Держать Не держи Не буду Работаю над собой Хочешь добавить Я наверное Такой интересный кейс Который может кому-то Пригодиться В целом Если не говорить даже Про асессоров Например Про редакторов То есть Когда у вас Какая-то молодая Команда ML-щиков Все хотят Трансформеры Самые космические Модели И вполне себе Нормальный Такой кейс Не буду Приводить Где мы это делали Но Можно посадить Например на холодном Старте По челленджу ML-щиков Которые Говорят А у нас Вот тут Все идеально На горячих А на холодных Модель может не работать На АБ заводили Кстати редакцию Против Да Вот ты заводишь И после того Как редакция Первый раз Дрюкает ML-щиков Тут уже Как бы спесь Слетает с людей И начинаются И контентные модели Наверное Надо запилить И вообще Как бы Возможно Нейросетки Не могут без данных Работать Ты можешь 300 раз Объяснять это Людям После института Но Когда редакция Один раз их На АБ-тесте На каком-то сегменте Плевать там Не на всех Вот там На женщинах 40 лет и старше Редакция сделала ML Ты приходишь Показываешь Это ML-щиков Ну как так И все И спадает Нормально Ребята там В соседнем отделе Разливают шампанское Опять эти молодежь Ничего они не знают Про женщин 40 плюс Окей Слушайте Вообще Сегодня у нас Про тренды В рекомендательных системах Поэтому давайте Уделим наши последние 10 минут Чему-нибудь такому Типа Что может быть Хочется Попробовать В рекомендательных системах Или может быть Где кажется Те 5-10 новых процентов Да Насколько я понял Это много В этих системах Кто хочет Первый ответить Я хочу Вкинуть Поразжигать Значит смотрите Мне кажется Проблема Основная В том что Нам не хватает Одной метрики Важной Это Качество контента Вот Есть понятная история Про таймспенд Да Чем больше пользователи У тебя проводят Тем круче Как бы И все соревнуются В этом таймспенте Окей Значит В Дзене мы еще подумали Про релевантность Потому что мы верим Что это с НПСом Скалирует И все будет хорошо Но есть еще такая история Как Качественность Контента Да Вот это что-то такое Вот эфемерное Неизмеримое Вот нам сейчас Ролик покажи Мы не согласованно Ответы выдадим Качественный он или нет Но есть понимание Какой контент Точно Некачественный Да не знаю Какие-нибудь Генеренные видосы Например у нас Когда значит там Тоже ролики запускались Авторы Которые привыкли Писать текст Они такие Да я сейчас этот текст Просто наложу на видео Вот таким мелким шрифтом И типа в несколько слайдов Свою статью покажу И это работало В том смысле Что люди Такие О Текст читаю А то что это видео Крутится и накручивает Секунды смотрения Пользователю Как бы все равно Он потребил Почитал О лайк Пошел дальше А типа Как бы Автор хакнул Платформу А профита Никакого нет Типа представьте себе Платформу Которая вся будет состоять Из генеренных видосов Где тексты слайдами Показываются Ну это же трэш какой-то Вот И с этим надо как-то работать И Вот этого кажется Сильно не хватает Никто Вот я не видел Ничего разумного Чтобы люди Делали по Или по измерению Хотя бы Или по влиянию На качество ленты То есть можно У меня в твоем вопросе Два подвопроса Сразу же Первый Ты говоришь Слушайте Мы в своей платформе Вообще не хотим Некачественный контент Ну то есть Какой-то Как бы Как вот эта вот История с генерящимся Текстом Не хочется Чтобы у нас такой был Потому что кажется Это типа Недостаточно хорошо Для нас Вообще Да Типа это первый А второй Это про то Что ну чем более Качественный контент Ты заведешь Тем у тебя более Качественные метрики Будут Вообще в принципе Да То есть это вообще Все в принципе зависит То есть это два Меня это два подвопроса Ребята Кто хочет Андрюха взял Я хочу сказать Вот мы например С качеством работали Начали с качества авторов Попытались Забрейнштормить Некоторые метрики По которым Мы точно знаем Что вот По этим метрикам Если там он просаживается Значит он плохой Ну там Какие-то объективные вещи Вроде как Сколько Средняя оценка по ботам Да Там у чувака В подписчиках Сколько он постит Неоригинального контента Там Или еще чего-то Все это сделали Выучили на нем МЛ какой-то А потом Когда начали Размечать Оказалось Что Это никак Ну не совсем Коррелирует С пользовательским опытом И им вполне Вообще нормально Нравится То что мы Посчитали там Некачественным Ну да Пользовать там Группа Собирает Баяны Вот У них 100% Неоригинальный контент Но она собирает Баяны Из 50 других групп В которых Вот этот контент Он как бы Один на 20 постов Самый Самый сочный пост Вот они собирают Самые сочные посты Со всех групп И на них все подписываются Но они Неоригинальный контент делают А людям нравится Вот Поэтому тут очень сложно И я думаю Что вот вы забанили Чуваков Которые смотрят Видос Ну смотрят видосы Для них типа Во Крутой Новый формат Классно Оставьте нам Этого побольше Вот Тут еще типа Листики переворачиваются Как удобно Не надо скролить Вообще отлично Вот Это неочевидная история Мы такую ловили Когда нам казалось Что группа типа Плохая Некачественная А потом мы смотрели На объективные метрики А пользователям Вообще очень сильно заходит Другой вопрос Некачественности Это первое То что Андрей сказал Это что мы знаем Что точно Должно Не должно У нас появляться Вот мы решили Есть такой консенсус Ну например Там какие-нибудь Штуки Которые генерят Синтетический фидбэк Типа Лайк не деда Если уважаешь победу Такое не должно быть Это контент Одноклассников Да Это Для этого да Мы сделали там нейроночку Которая ОЦР делает Детектит Все это выпиливает Да С такими вещами Надо бороться Но вот эта тонкая грань Понимание Качественного контента Исходя из его наполнения А не формы Потому что про видео Ну есть все-таки Какие-то факторы Которые могут Сказать Что видео Некачественное Трясущаяся камера Мы можем задетектить Низкое разрешение Можем задетектить То есть какие-то вещи Они в принципе Можно их измерить Да Но вот наполнение Это сложно Вторую часть вопроса На самом деле Про первую Как бы Андрюх Может попытался ответить А вот типа Что в принципе Контентные системы Зависимы Они зависимы Да Типа мы зависим От того Какой контент Нам поставят И вот кто Как с этим борется Да То есть Даже Шири сказал Мы еще задаем Правила игры То есть Наша система Текущая Она предпочитает Какой-то контент Авторы очень быстро Улавливают эту связь Потому что Они на самом деле АБ-тесты На своих статьях Видео ставят Очень быстро Типа Одна статья вот такая Другая с заголовком Капсом Ух ты Два раза больше кликов Я понял Понятно Да Вот Как бы И мы Мы как бы Должны сделать Такую систему Чтобы продукт наш Не сдеградировал В какую-то помойку И как бы Задача Опять это про история Про деньги сейчас И деньги потом Да Конечно Как бы Нужно такие правила игры Сделать Чтобы на платформе Нарождались И выживали Авторы Которые делают Хороший контент Потому что Long term Это круто Я одну штуку добавлю Когда жалуются Что Ваш алгоритм Вообще не поймешь Как работает ваше ранжирование Я считаю Что это хорошо Потому что Если кто-то понял Как работает наше ранжирование Он будет это абьюзить И после этого Нормальное ранжирование Как раз таки закончится Так Андрюха Про качество контента Про качество контента В пульсе С дзеном Все идентичные проблемы И идентичные истории Мы проходили Ну Видишь Я Действительно Я тут наверное соглашусь Вот с Андреем Что Возможно Видео с текстом Это идея для стартапа Как бы нового А не Бага То есть В целом Мне кажется Это и плюс и минус ML ML ищет Тривиальные решения И Так иногда Они могут быть Гениальными И тривиальными То есть все вот Open AI Которые играют Они находят решения Которые Людям не подходили То есть может быть Нужна генеративка Которая возьмет Весь возможный контент Мы ее обучим На таргет И она сделает Идеальный пост С аудио Видео И всем остальным Понимаешь Нужно Чтобы был какой-то value Вот пример Сообщество Которое агрегировало 50 других мемных каналов Выбирало самое лучшее И постило Хотя это не оригинальный контент Value дофига Типа реально Они отсмотрели 50 каналов Сэкономили мне кучу времени Показали мне самое лучшее По мнению их редакции Value есть Даже если они Баяны Типа постят По поводу Текст в видео Наверное Есть в этом value Если бы была какая-то Суммаризация Например Вот прикинь У тебя есть Какая-нибудь Длиннючая статья Какой-то длинный Длинный пост Про что-то А тебе Каким-то ML Или чем-то Сделали какую-то Суммаризацию Красивую И в виде таких Инфографики Слайдов Текст А если музыку наложить И музыку наложить Клевая же идея Stable diffusion Плюс Текст гражданской обороны Все идет по плану И каждый кадр Сгенерили нейросетью Это Блин Современное Современное искусство То есть Вот Поверь мне Те ролики На которые я жалуюсь К искусству Не имеют никакого отношения Это ты так считаешь Ну я просто Еще прокомментирую Эту штуку По поводу value Value для пользователей Очевидный Есть чуваки Которые собрали контент Для пользователей Офигенный Для авторов Value отрицательный Они делали оригинальный контент Они рисовали Мемасы Оригинальные Потом мне кто-то спер И забрал Все просмотры Что им делать Вот про правила игры На платформе Поэтому мы все время Балансируем Юзерской и авторской стороной Стараемся как-то Их Сгладь Джинни Херфиндали И прочее Все смотрим На эти графики Чтобы они куда-нибудь Пониже падали И метрики не тащили Пониже падали Повыше росли Андрюх Не то, чтобы они уже падали Повыше росли Нет Джинни должен быть падать Этот падает Саш Докинешь что-нибудь Про качество контента Я бы сказал Что изначальный вопрос Андрея Он с подвохом Потому что Использует в себе Термин качество Вот плохо тот продукт Который не приходит К млщику И не говорит Оставь мне только Качественный контент Как правило Так делают все Но качество это Его на самом деле Не существует Поэтому секрет здесь в том И ну Как правило То чем мы занимаемся Во Вконтакте В видео Декомпозировать качество На какие-то более простые Измеряемые вещи Вот Люди могут И люди Или там нейросети Неважно Могут померить Какие-то простые вещи Вроде эстетичность Вот этот контент эстетичен Вот этот нет Масштабируемость тематики Автора Или то Насколько профессионально Оформлен контент Вот Кто-то У кого-то Большая команда Редакторов И кто-то Постит Прям классно Красиво А у кого-то Только свои руки И он еще не научился Ничего оформлять И он постит Что попало Вот эти вещи Можно измерить И с ними Уже как-то Балансировать Свои рекомендательные Системы И как правило В каждой из них Мы можем определить Только самую верхушку Что вот это Вот топовый По эстетичности Контент А вот это Вот и дно По эстетичности Что вообще Не стоит показывать И будет Очень большая Прослойка между ними Куда попадет 80% контента Но и с ним Уже стандартные Рекомендательные Алгоритмы Хорошо работают Окей Да Смотрите Ребят Мы потратили Весь наш Замечательный час Мне лично Мне лично Было интересно А значит И другим ребятам Было И кажется Мы поздравили Этот час Не зря Давайте похлопаем Нашим ребятам На этом Я думаю Мы завершаем Сегодня встречку Но мы еще здесь Остаемся Можно спросить Какие-то частные вопросы По алгоритмам По любым словам Которым я точно Не понимаю Но ребятки Точно вам ответят Так что спасибо Всем еще раз Приходите на наши Будущие Вэкотехи И так далее И с наступающим Вас Новым годом АПЛОДИСМЕНТЫ